У нас есть информозанавески, и весь этот мир, он этими информозанавесками пронизан. Допустим, вы заходите в любой медпункт, в любой медпункт, там висит информозанавеска, что вы больны. Бывает информозанавеска тотального страха. Люди боятся чего-то. Как же входить в любую информозанавеску? Как входить в самые сложные ситуации и на себя не набирать эту информозанавеску? Пройти ее, считывая, зная, что да, обычные люди так себя ведут. Это их информозанавеска. У нас есть информозанавески, и весь этот мир, он этими информозанавесками пронизан. И когда мы куда-нибудь заходим, мы начинаем их считывать или собственным телом, или собственным мозгом. Представляете, вхожу я в гости в один дом. И все время одна и та же история. Как только я туда захожу, у меня просыпается страшный голод. Мне хочется есть, причем хочется есть чипсы, хочется есть какие-то вафельки, ну что-то такое в виде перекусиков. Затем я иду пить, и у меня голод проходит совсем. И дальше, находясь в этом доме, я больше ничего не ем. И тут хозяин дома говорит следующее. Ну это я всегда так делаю, потому что мне не хочется готовить. И я думаю, так, хорошо, я сейчас, может быть, ты попьешь себе, говорю, и все пройдет, и твой голод пройдет, и тогда не нужно будет есть и готовить. То есть я попадаю в информозанавеску. А в книге «Ключ перешел в луч» я как раз описала такие информозанавески. Или, допустим, следующий пример. Художник продает свои картины. И ему очень нравится его работа старого замка в закатном солнце. Хотя он этот старый замок нарисовал на рассвете, он нарисовал его днем в зените, солнце и так далее. Под луной нарисовал, но ему нравится в закатных лучах. Он настолько эту информозанавеску повесил, что все покупатели подходят и просят у него только эту работу. Остальные работы их вообще не интересуют. Или, допустим, возьмем совсем простой пример. То есть вот картина. Она никого не интересовала никогда. И вдруг ее раскрутили на аукционе, и она стала стоить очень дорого, и все стали ахать и охать при этой картине. Все, повесили информозанавеску. То есть люди, люди, они весят информозанавески. И в эти информозанавески потом сами же и попадают. Поэтому, когда я говорю, что это паутина связи, в этом и есть эта паутина. А вам нужно научиться, как пройти через информозанавеску. Да, вы ее отследили, да, вы ее прочитали, но вы прошли. Потому что таких информозанавесок развешано очень много. Допустим, вы заходите в любой медпункт, в любой медпункт, там висит информозанавеска, что вы больны. Потому что иначе зачем бы вы сюда пришли? Если вы сюда пришли, значит, по определению вы больны. И вас только надо куда-нибудь распределить по специалистам. Поэтому в эту информозанавеску можно потом завернуться и реально себя ощутить больным и куда-то там пойти. Но иногда же вам хочется просто зайти в этот медпункт, потому что, может быть, там кто-то работает или кто-то из своих близких находится. И, конечно, самому завернуться в эту информозанавеску, что я болен, совсем не хочется. Поэтому вот этому сегодня я вас и буду обучать. Как же входить в любую информозанавеску? Как входить в самые сложные ситуации и на себя не набирать эту информозанавеску, а проходить сквозь нее, но при этом ее прочитывать? Бывает информозанавеска тотального страха. Люди боятся чего-то. Вот сейчас был стоп-кадр. Страшно выходить на улицу. Страшно платить штрафы. Страшно, что у тебя сейчас где-то там, ой, вот этот страх, только бы собачку какую-то иметь. Вот собачке не страшно, собачке не страшно, а без собачки страшно. Вы тут же побежали там собачку покупать, там что-то делать с этими собачками. Поэтому это просто была информозанавеска. Можно было через нее пройти, все не так страшно. Но пройти ее считывая, зная, что да, обычные люди так себя ведут. Это их информозанавеска. Они ее повесили. Они в ней жили традициями. Может быть, эта информозанавеска висела в их семье. Может быть, эта информозанавеска еще повесила их бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. Уважение, вот это надо уважать, вот это надо избегать, вот к этому надо стремиться, вот этим надо как-то заботиться об этом. И вот главное, как же пройти через эту информозанавеску. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok